Андрей, поздравляем вас с победой, поздравляем вас с великолепным дублем. Как ощущения? Ваш комментарий по этому матчу? Приятно, все хорошо. Первый бенком был с Химками и справились на Домашний стадион перед болельщиками. Это самое важное. Показалось или за первой пенальти была ожесточенная борьба и приходилось, так сказать, с газоном его вырывать у своих одноклубников. Ну, не ожесточенная, конечно. Перед игрой у нас есть список, кто бьет. Я и Далер, и Далер и Вил уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. И самое верное решение было сыграть Камень-ножницы-бумага. Вот я выиграл. Пробил. Не очень хорошо, но хорошо, что добил. А расскажите про второй свой гол. Он получился, ну, очень элегантным, красивым. Как-то от первого лица воспринимался? Ну, это командные взаимодействия были. Хорошо все подстроились друг по другу. Вот. И Клаудини. Пять раз мне сказал, скажи мне спасибо за пас. Вот. Поэтому спасибо, Клаудини. Вот. А еще, ну, чуть паузу выждал. Увидел угол и пробил. Вы знаете, мы, как и все болельщики «Зенита», очень любим и уважаем Вильяма Рабариуса. Он всегда отдается на все 100%. Но когда человек забивает два мяча и не получает приз лучшему игроку матча, что он чувствует? И, может быть, он хочет что-то сказать. Ну, да. Немного обидно. Кто там был экспертом, не знаю. Вот. Надо запомнить будет. Вот. На самом деле я уже понял такую штуку, что два... Сколько? Три у меня дубля было. Я, по-моему, Спартаку два забил, Камазу два забил и сейчас два забил. Я ни разу лучше игрока не получил за эти матчи. Всегда то другие получали. То Альберта, то Азмун. И сейчас... Ну, вот это самый курьез, я думаю, получился. Вы, главное, не воспринимаете это так, что нужно забивать не больше одного. Скорее три. Вот три точно. И то, может, не факт. Ну, ладно. Но постараемся.